я евгения морозова это 365 инфо здравствуйте в нашей студии детский психолог анастасия патманите и говорить мы будем о том зачем же нужен психолог детям здравствуйте здравствуйте вот с приходом с началом учебного года многие родители сразу поняли что детский психолог все таки необходим потому что огромная нагрузка и дети все нервные не успевают то не успевают это вот что вы можете посоветовать таким мамам таким папам как с такими детьми вообще вот обходиться так чтобы их не обидеть и при этом был все таки какой-то разумный результат вы знаете мне кажется то что вы сейчас описали больше походит на состояние родителей что родители чего не успевает а дети наверное еще не успели к концу первой четверти опомнится но тем не менее конечно да нагрузка у детей сегодня школе огромная эмоциональная нагрузка физическая нагрузка особенно в начальной школе да и в старших классах то есть каждым классом все сложнее и дети действительно перегруженные они не реагируют так как взрослые вот часто особенно маленькие дети не реагируют на именно тем что там они нервничают они начинают просто либо плакать либо куксится либо у них снижается игровая деятельность если допустим мы говорим о начальной школе то конечно симптомы на которых нужно задуматься ну и в то же время дети они всегда подсказывают родителям то есть можно не обращаться к детскому психологу если это начальная стадия а просто нужно быть внимательным родителям если это дети опять же вот начальной школы обычно это где-то до конца до конца четвертого класса детям нужно обязательно давать отдохнуть это что обязательно играть нельзя думать что если вы пошли в школу то все игрушки уходят на второй план нет они будут играть они будут играть в первом втором и в третьем и в уходить у старшеклассников естественно это какие-то творческие занятия кружки ну то есть знаете есть такое понятие в психологии как маленькие радости да вот когда например человек чем бы не занимался какого-то хобби да вот пойдет повяжет носочки или шарфики уже человеку хорошо вот у детей эти радости должны оставаться в жизни у каждого своей здесь каждый родитель уже зная своего ребенка нельзя этого лишать ни в коем случае нельзя перегружать сейчас же тенденция какая нам нужно больше чтобы умнее много математики много еще еще дополнительно то есть мы перегружаем на самом деле своих деток нужно не забывать о том что им нужно обязательно отдыхать ну вот мы говорили о детях младшего школьного возраста потом о детях старшего школьного возраста есть такое понятие как переходный возраст а вот сейчас он на какие годы ребенка падает вы знаете но в принципе конечно в классической пока что литературе описано тот же что и раньше да вот если вот после 12 лет где-то там ближе к 13 13 годам где-то наступал переходный период раньше говорили что 12 лет это пред переходный период сейчас мы видим например такие же вещи проявлению детей то что раньше было в 12 в 10 лет это связано и с более ускоренным гормональным развитием детей физиологической зрелостью да который наступает несколько раньше чем чем раньше но об этом говорят врачи это целая проблема описанная сегодня вот в медицинской литературе а так ну не знаю может быть еще доступность какая-то информационная тоже фильмы определенный интернет доступ к интернету а он конечно способствует по крайней мере развитие интересов чуть раньше но опять же если ребенок занят если он отдыхает где-то в других местах если он у него есть опять же увлечение сбрасывать энергию негативную где-то физически да или там эмоционально занимаясь какими-то другими видами спортом или искусством или еще чем то то вряд ли у него будет столько времени например находиться у компьютера и зреть быстрее чем положено а вот вы говорите хобби говорите какие-то занятия а какими они могут быть вот помимо спорта вот до ребенку который сейчас в школе например с 10 часов утра и до пяти часов вечера ему очень сложно что-то там вклинить в это знаете ну школа школы обычно вот в это время включают все таки творческие какие-то стараются по крайней мере на творческие да и на выбор родителей предлагают различные кружки этим естественно родители пользуются если но даже при том что дети находятся целый день в школе все равно родители находят возможность куда-то водить еще дополнительно получать либо дополнительную специальность это либо музыка либо спорт опять же да художественные какие-то занятия но у каждого свое то есть но все-таки наверное здесь нужно отталкиваться своего собственного ребенка и смотреть что ему интересно потому что одному можно 5 видов спорта другому могла 5 видов искусства то есть каждый ребенок это вот выбор прежде всего родители и вот вы всегда говорите выбор прежде всего родителей и ребенка но а родителям какие советы можно в этом случае и дать то есть выбор родители так родитель он и мечтает чтоб он вам и знал он 3 языка математику на драмке кружок кружок по фото мне еще и петь охота знаетеate есть такая вот вещь у родителей, это уже из области психологии, да, и далеко не детской. Нашей взрослой, но только детской психологии. То, что было с нами в детстве. Мы часто со своими детьми пытаемся решить свои нерешённые задачи, да. Вот здесь очень важно понимать, что за этим стоит. Амбиции родителей это часто очень встречается сегодня. Мы это видим практически везде. Если, например, у меня не получилось, то у моего ребёнка, а у него, может быть, к этому вообще склонности нет, ему это не надо. Значит, здесь мы, как родители, должны, естественно, дать ребёнку максимально по образованию, но в то же время мы должны видеть и смотреть, что хочет ребёнок. И знаете, можно у семилетнего ребёнка спросить, а что тебе нравится? Потому что ребёнок может сказать, ну не нравится мне это. Если он просто капризничает и не доводит ни одно из дел до конца, это одно. Здесь важно, конечно, выбрать всё-таки свою нишу и идти. Начали, занимаемся. Но выбор всё-таки ну, наверное, всё-таки прежде всего за родителями, наверное, определяют родители, но потом идут за детьми. А вот регулярные занятия, режим определённый, это как-то вот формирует детскую психику? Вы знаете, это то, что не разрушает, а создаёт и поддерживает психику. У ребёнка должен быть обязательно режим. И если это младшие дети, естественно, это и дневной сон, или дневной отдых, если это школа. Даже есть дети, которые в начальной школе даже порой до третьего класса просто падают и спят днём от нагрузок. Ну вот им даже тяжело, хоть они полдня занимаются. Режим обязательно нужен. Но в этот режим должно быть включено всё. Не 58 часов только математики или там ещё чего-то, а различные виды деятельности. Но не забывать, что ребёнок должен и погулять. И очень важно поиграть. Я всегда подчёркиваю, если наши дети будут играть вот в том возрасте, в каком положено, до четвёртого класса, там, то есть игровая деятельность где-то к этому возрасту начинает угасать и уже приходит взамен общения, то есть вот друзья, вот это всё приходит. Если дети будут как можно дольше играть, тем больше мы убережём их от каких-то прометчивых вещей в будущем. Понимаете, это очень важно. Но играть, играть на компьютере, играть? Нет, нет, конечно. Нет, это игры, игрушки, это игры с друзьями, это сюжетно-ролевые игры, это общение, это, знаете, даже просто погонять на улице, пообщаться, они учатся общаться. Ведь через игру ребёнок познаёт мир. Через игровое общение ребёнок познаёт реальное общение потом, то, которое он перенесёт в мир взрослых. Поэтому компьютер можно тоже, но очень-очень немножко. Очень-очень немножко это сколько? Вы знаете, ну обычно я вот оговорюсь, да, если дети играют, общаются очень много друг с другом, у них нет такого дикого желания играть в компьютер. Но это может быть полчаса, может быть, для поддержания интереса, но всё-таки хочется соответствовать. Ну то есть это небольшое количество времени, там, ну час максимум. То есть если ребёнок сидит за компьютером или постоянно у него там на соточке играет, то это, скорее всего, у него нет каких-то друзей, нет общения, да. Вы знаете, бывают такие дети вроде бы… Или неинтересно. Да, нет, такие дети бывают. Я знаю таких детей, которые очень много играют, у них всё хорошо с общением с друзьями, но надо смотреть, что в семье. То есть обычно это недостаток, вот компенсация всё-таки некой эмоциональной вот такой вот уединённости, да, вот всё-таки что-то тут вот… Это надо уже смотреть. В чём причина? Где? Где травма у ребёнка? Эмоциональная недостаточность общения в семье или ещё где-то? Или не складывается общение с друзьями? Это всё надо очень внимательно смотреть с родителем. Если родители не могут, тогда, конечно, обратиться к специалисту просто за советом. Не надо пугаться этого. То есть прийти элементарно рассказать о своей проблеме. И, может быть, одна беседа с психологом уже даст вам понимание проблемы, и вы сможете её решить самостоятельно. Потому что самый лучший для ребёнка всё-таки психолог – это родители. Мама или папа. А вот у меня такой вопрос. Арт-терапия. Вот сейчас очень модное такое слово, да, все говорят «арт-терапия». Все рисуют, все поют. Ребёнок. Вот как его к этому приобщать, если он этого не хочет? И нужно ли его к этому приобщать, если он против? Вы знаете, арт-терапия, да, это не просто модно, это огромная тенденция, это веяние, которое… Спасибо Александру Ивановичу Копытину, который привёз это всё в Россию. Сейчас мы видим последователей его. То есть само направление было привезено из-за рубежа. По сути, мне кажется, оно было всегда веками, издавна, ещё с древних пор, когда люди лепили из глины, рисовали, смотрели на прекрасные поля, вязали женщины крючочком или крестиком. Это всё, можно сказать, терапевтично. То есть любовь и деятельность и всё, что связано с искусством. Я не видела ни одного ребёнка, который бы не любил это делать. Маленькие дети, которые приходят к нам, ну вот лично ко мне в год, они все безумно любят рисовать. Ну редко, когда ребёнок не любит это делать. Если он не любит вдруг рисовать по какой-то причине красками, краски дети обожают, он будет любить лепить. Да, есть такая вещь, как, например, ребёнку нравится какой-то из материалов, но у него предпочтение, например, либо пластилину, либо краскам, либо ещё к чему-то. Это тоже говорит о какой-то особенности психологического, скажем, склада ребёнка. Но нет таких детей, которые бы это не любили. А вот как это выявить? Вы знаете, просто давать ребёнку делать всё. То, 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 пожалуйста, пробуй, да? И вот знаете, родители знают меня, кто со мной работает, что мы очень любим в хорошем смысле, в кавычках, бородачить. Работать с разными материалами. Прекрасно грязь какая-нибудь, в смысле того, что в понимании других мам, может быть, сейчас они слушают, и у них уже мурашки по коже бегают. Можно и рисовать на полу, на стенах, не знаю, на улице. Вот дети, которые бегают по лужам, они не просто здоровее, они ведь более раскрепощённые, они более творческие. Творческие. То есть чем больше материалов мы используем в детстве с маленькими детьми, тем более творческими они вырастают. Я могу сказать это уже даже на своём опыте, потому что опыт работы с детьми у меня гораздо больше, чем 10 лет, да, то есть уже даже перевалил хорошо за 10 лет. Но тем не менее мы видим даже уже вот в динамике, вот много лет проходит, и мы видим, как дети раскрываются с годами. Те, которые мы вот именно развивали через искусство, да, то есть в хорошем, широком смысле этого слова, через арт-терапию. Ну вот вы обмолвили, что в год ребёнок к вам как-то попал. Куда попал? Это курсы какие-то? Да, это к нам детский центр, где я работаю, к нам попал. Приходят детки с года и в 10 месяцев приходят и начинают. В 10 месяцев рисуют? Да. Дети могут рисовать, и даже раньше гораздо. То есть мы рассказываем родителям, что это можно делать, и нужно делать даже ещё раньше, чем полгода, например, исполняется ребёнку, как только он. Когда ребёнок даже начинает просто первый прикорм, это стучек, это каши, пюре, это полгода, вот он сел. И начинается первым прикормом. Вот, пожалуйста, когда каша, вот это по столу, хлопанье, по шторам, всё это летает. Простите меня, мамы, наверное, не в обручном состоянии, но это замечательно, если вы разрешаете своему ребёнку вот в этом повозиться. То есть вы не сковываете его. То есть это своего рода творчество? Это своего рода раскрытие некоего потенциала. Ведь любое занятие искусством, то бишь арт-терапией, оно очень ресурсно, понимаете? То есть оно позволяет вытащить некий потенциал из человека, даже из взрослого человека. И вдруг человек понимает, у меня силы есть. Для нас, для всех это знакомо. Это бывает вот так устал, приедешь, посмотришь на какую-то красоту, на красивое поле, красивый пейзаж, любимую картину, любимую книгу, прочитала две страницы, тебе хорошо. То есть откуда берутся силы? Откуда эта батарейка включается? Вот через искусство мы к этому приходим. А беременные женщины? Замечательно. Ну вот беременные – это отдельная статья, но мы… Ну я имею в виду, что ребёнок, он уже там. Он что-то в этот момент реагирует на такие вещи? Он реагирует с самого начала. С самого начала, как только женщина почувствовала, что она беременна. То есть только зародилась жизнь, только имплантировался наш эмбрион, он уже всё чувствует. То есть его взаимоотношение с мамой начинается, как только он попадает в полость маточки, прикрепляется к ней. И арт-терапия, она прекрасна для беременных женщин во всём широком спектре, каком только можно говорить. Если вы помните, ведь в давние времена, раньше к беременным женщинам относились также очень бережно. Они все делали что-то руками, то есть смотрели на красивое. Почему говорят, что женщина должна смотреть на красивое, она должна видеть что-то прекрасное вокруг себя. Её эмоциональное состояние, но передаётся ребёночку. Ну вот, может быть, вы вообще в курсе, в теме. Есть ли какие-то, не знаю, специальные курсы, лекции для таких людей? Да, конечно. Для детей есть, я знаю. И для беременных женщин тоже. И в нашем городе есть такие курсы, которые позволяют женщине во всей широте попробовать различные арт-терапевтические техники и позволить и себе получить для себя удовольствие, естественно, передать его своему ребёнку. По сути, развитие ребёнка и начинается состояние мамы. А потом беременные женщины, знаете, несколько, правильно подобрать слова, они несколько в глубине себя, то есть они направлены, взор направлен вглубь себя. Да, да, всегда. И вот именно через искусство это позволяет, с одной стороны, углубиться вот в этом состоянии, но в то же время получить вот то великолепие всё, беременность, получить удовольствие, ну и опять же, передать его своему замечательному ребёнку. Ну вот, кто меня слушает, скажет, это всё стоит денег, да? Это всё упирается, как всегда, в бюджет, семейный бюджет, а он не резиновый, ещё в преддверии там, да, вот-вот малыш родится. Мама может что-то дома сама сделать? Да, вы знаете, всё, что угодно. Можно смотреть на картины, репродукции картин, если вы испытываете, например, мама испытывает какой-то интерес к художественной деятельности, или слушать музыку, любую, не обязательно только классику. Многие переживают, что нужно слушать только Моцарта, да. Моцарт замечательный, это вообще композитор, о котором можно говорить очень много и долго. Любая музыка. Вы знаете, я знала беременных женщин реальную историю, когда они слушали тяжёлый рок, и ребёнок потом, родившись, он вспоминал эту музыку, и действительно девочке очень нравилось. То есть определённые ритмы музыкальные, они кто-то выбирает такие, кто-то такие, они тоже физиологичны. Одному нужна такая музыка, другому другая. То есть прежде всего это приятная для вас музыка, которая вам поднимает настроение. Любое занятие рисованием. Вы знаете, часто бывает такое, что беременные женщины начинают рисовать, когда они никогда раньше этого не делали. Открывается, как будто природа сама подсказывает. Открываются такие способности. Любое занятие, любым ремеслом, которое вам нравится. Всё, что бы вы ни делали. Да даже, знаете, если даже мама просто делает любимое дело, не знаю, на кухне что-то готовит, или раскрашивает картины. Я знала беременных женщин, развешанные по стенам картины, вот по цифрам, которые можно... Да, цифровая. Да, живопись. То есть замечательно. Всё, что приносит удовольствие. Всё, что доступно, что под руками. А в какой момент человек должен понять для себя, что, наверное, он сам всё-таки не справится со своими какими-то проблемами или с проблемами ребёнка? Что должно насторожить родители, когда какие, не знаю, приметы, какие... После чего они должны сказать, нет, мы сами уже не справляемся, и нам вот с этой проблемой никак не справиться? Вы знаете, вы, в принципе, ответили сами на свой вопрос. Именно в тот момент, когда родители уже понимают, что всё, сил для решения проблемы нет. Действительно, те слова, которые мы себе говорим, но я не знаю, что мне делать. Я бьюсь, как будто бы головой об стену. Я делаю всё, что я хочу, а не получается. Это говорит именно о том, что где-то мы заходим в тупик, по сути, и не знаем выход, как найти. То есть мы не можем... Решить проблему можно несколькими способами. И если мы пытаемся всё время, идём одним путём, а нам надо свернуть-то всего лишь вот сюда и подойти с другого угла, и всё изменится. И вот, конечно, здесь тогда помогают специалисты. То есть в тот момент, когда родители понимают, я не знаю, что дальше делать, не получается. Ну, терпение тоже у всех разное. Ну, терпение... А что нужно насторожить? Насторожить. В поведении ребёнка или... Ну, во-первых... Не знаю, может быть, он спит или, может быть, он... В зависимости от возраста детей. Вы знаете, всё у подростка по одному так будет происходить, у дошкольника или школьника по-другому. Ну, если говорить о детях более раннего возраста, например, до какого-то там, наверное, момента, ну, возможно, даже до второго класса, третьего, обычно они просто дети такие отстраняются. Либо они начинают с какой-то отказ от деятельности, либо не хочу учиться, не хочу идти в школу, не хочу там что-то делать. У дошкольников часто тоже либо отстраняется от всего, только играет, либо не играет. Есть ли у ребёнка, который вот в возрасте, как я уже говорила, ещё раз повторюсь, до четвёртого класса, до третьего, если вдруг вы видите, что замещается игровая деятельность, например, вот сидением компьютер часами, да, или что-то... То есть поменялось что-то в поведении ребёнка, и вы видите, что не так, как раньше. Вот здесь именно нужно насторожиться. А у подростков, ну, там всё понятно. То есть если пошёл протест, если вы не можете договориться, то, естественно, вот так. То должен кто-то выступить за третьим, да? Да, не обязательно психолог, если там из родственников никто не может помочь, если вот вы подключили авторитетного, потому что у подростков авторитетные родители, а всё кто угодно, но только не они. Поэтому подключить авторитетного родственника, знакомого, да, вот поговорить, потому что порой сказанные те же самые слова, но другим человеком они бывают услышаны. Вот потому что если обращаться к психологам, то тоже, знаете, достаточно сложно, зачем ты меня туда ведёшь. Ну, то есть вот надо всё это очень тонко, и каждая ситуация, она индивидуальна. Наверное, лучше не доводить до такой ситуации. Стараться не доводить, да. В принципе, практически… Ведь раньше же мы справлялись без психологов. Да простят меня коллеги, да, но тем не менее так ведь и есть. То есть вот искали же какие-то пути, решения. А сейчас нужно максимально стараться и самим, но если вы чувствуете, что вы не можете, порой даже одна консультация, может быть, по скайпу или ещё как-то со специалистом, даже просто с вами, вот со взрослыми, достаточно бывает, чтобы понять, что мы просто вьёмся в одни двери, а надо в соседние. Вот и всё. Всё, всё под руками. Просто нужно развернуться в другую сторону. Спасибо вам большое. Я надеюсь, ваши советы будут полезны нашим родителям. Спасибо большое. И у них будет меньше поводов прощаться к вам. Как это не… Это было бы замечательно, да, если бы мы все остались без работы или просто бы работали совсем в другой области, не помогая, вот как вы говорите, а развивая детей, это ведь тоже в наших рук делах. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. С вами была Морозова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok